Конный поход Москва-Берлин для трех его удельников скончился в пинском изоляторе. Нагадаем, на минулом тыне Пинск принимал делегацию конников в складе данских казаков и выхованцев Московского казачьего кадетского корпуса. Прокурор в области рассказал журналистам, каким шином патриотичная акция набыла криминальное оценение. Удельников конного похода Москва-Берлин Брещина сустрела гостина. А как же иначе? Мета у патриотичной акции – высокородная – пройти по маршруте фронтовых дорог-продков, наведать могилы советских солдат, ушановать их память. То, что сдарилось в помешкании интерната Пинского аграрно-технологичного колледжа, где для ночлега гостям был выделен целый поверх, гостиных господаров неприемно уразило. Трое молодых удельников похода учинили в интернате саправдный дебош. А кроме того, что демонстративно взломали меблю, ящие побили мясового наученца. Самое неприятное в этой ситуации. Если бы изначально эти джигиты принесли какие-то извинения, приняли меры к заглаживанию причиненного ущерба. Но, увы, таких шагов на встречу сделано не было. И изначально они даже вину свою признавать не хотели. Поэтому пришлось их сначала задержать, а по истечении двух дней избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело в отношении троих. Из них один несовершеннолетний. И все же по поводу законодавства у хулиганов ящие есть махчимость. Уголовный закон предполагает различные ситуации в этом случае. Может быть, разум все-таки возобладает у них, и они примут меры как заглаживанию, так и возмещению причиненного ущерба, краска и никому. В этой ситуации закон позволяет и прекратить уголовное дело по различным основаниям. Но это уже будет сделать, конечно, тяжелее. Ну а в иншем выпадку ступень вины буйных гостей из России вызначить белорусский суд.